Доброе утро! На РБК региональные новости мы вещаем из Аталия Краунплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. В Башкортостане временно сократили число мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Это необходимо, чтобы усилить амбулаторное звено. В поликлиниках выросло число пациентов из-за увеличения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ, сообщили в Минздраве Республики. Теперь из 11 мобильных пунктов вакцинации в Республике продолжают работать только три в Уфе. В Конгресс-холле Таратау, Лайфстайл в центре Башкирия и Торговом центре Мир. За время работы мобильных прививочных площадок там было вакцинировано первым компонентом 61 530 человек, завершили вакцинацию 52 109 человек. Напомню, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Республике перевалило за 66 тысяч человек. В стационарных лечится 654 пациента, 387 из них старше 60 лет. Амбулаторно получают лечение более 6,5 тысяч жителей Республики. В связи с ростом заболеваемости в регионе усилили контроль за масочным режимом, а также вернули некоторые ограничения при посещении массовых спортивных и культурных мероприятий. Алкоголь может вновь вернуться на прилавки магазинов Республики в новогодние каникулы. Законопроект о снятии запрета на продажу крепких спиртных напитков в зимние праздники обсудят депутаты госсобрания. При этом документам предлагается оставить ограничения в День молодежи, День знаний и в Дни проведения сабантуев. Инициатором выступило региональное Министерство торговли и услуг. В ведомстве отметили, что смертность от алкогольных отравлений снизилась, а запрет лишь поддерживает спрос на суррогат. Напомню, в начале 2020 года начал действовать полный запрет на продажу алкоголя на территории Республики 3 января, а с 4 по 6 января реализацию спиртного ограничили с 14 часов до 10 часов следующего дня. В итоге объемы продаж крепкого алкоголя в Башкортостане снизились с 1 по 8 января на 27 процентов по сравнению с первой неделей 2019 года. Как отметили в Башкирской торговой ассоциации, ритейлеры давно обращались в Минторг с просьбой снять ограничения. Все ритейлеры, которые соблюдали эти ограничения, они теряли в выручке 15 процентов в среднем от предполагаемой, если бы ограничений не было. И в то же время потребители алкоголя, они, ну собственно, все знали, где алкоголь купить. То есть кафе, общепит и вот эти ограничения, они, кроме прочего, привели к развитию теневого рынка алкоголя. Соответственно, бюджет недополучает деньги и, ну и собственно, возможно отравление суррогатом. По данным Министерства финансов республики в 2020 году по сравнению с 2019 снизились поступления от акцизов в бюджет на более чем полтора миллиарда рублей или 6,7 процента. Добавлю, акцизы на алкоголь составляют почти половину от их общего объема. Здание бывшего пивзавода украсит граффити. Проект «Я есть дюртюли» стал победителем конкурса президентских грантов. Размер федеральных средств составит 680 тысяч при софинансировании в 119 тысяч, сообщили в Институте развития городов Башкортостана. Проект предполагает расчистку территорий заброшенного завода и создание на его стене мурала большого рисунка. В процессе разработки эскиза примут участие сами горожане. Также будет организован фестиваль с целью привлечь внимание инвесторов и партнеров к пространству с потенциалом творческого кластера. Дюртюлинский пивзавод работал в городе с 1963 года. Там производили лимонад, слабоалкогольные напитки. В 95-м он перестал работать и долгое время был заброшен. Данный проект включает в себя образовательную и фестивальную часть. Образовательная часть предложит нашим школьникам и подросткам лекции и творческие мастерские на тему уличного искусства. А фестивальная часть откроет в себе площадки уличной музыки, уличной культуры, уличного спорта, танцев. И, конечно же, кульминацией станет нанесение большого рисунка, граффити рисунка на стене бывшего пивзавода. Идеи которого будут разработаны на творческих мастерских школьниками и подростками нашего города. В прошлом году рядом с пивзаводом появилось пространство зерно, скейт-парк, площадкой для уличного баскетбола, павильоны и места для отдыха. Благоустроить территорию удалось благодаря победе в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах. Теперь же президентский грант позволит провести ревитализацию старой постройки. Проект реализуют к весне 2022 года. Вал в избор сахарной свеклы в Башкортостане превысил 300 тысяч тонн. Урожайность составила 230 сантиметров с гектара. На сахарные заводы республики вывезено 132 тысячи тонн свеклы, сообщили в региональном минусельхозе. Сейчас корнеплоды копают в 15 районах. Хозяйство, которое сеют свеклу, есть в 16 сельских муниципалитетах. Урожай выкопано на площади 13 тысяч гектаров, что составляет 36% всего объема. Лидирует агрария Благоварского района, где накопано более 63 тысяч тонн корнеплодов. По урожайности опережают коллег кромоскалинские свекловоды, которые собирают по 350 сантиметров с каждого гектара. Предприниматели Башкортостана научат привлекать инвестиции на фондовом рынке. Вебинар на тему возможных источников финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса проведут эксперты Нацбанка по республике. Специалисты ответят на вопросы, как привлечь финансирование на бирже с помощью облигационных займов, какие меры господдержки существуют при выходе на биржу и как с их помощью можно снизить стоимость привлечения финансирования, какова последовательность вывода компании на биржу. В обсуждении примут участие эксперты Банка России, представители Московской биржи, рейтингового агентства, а также компании, имеющие опыт размещения своих ценных бумаг на бирже. Начало вебинара сегодня в 12 часов по местному времени. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллары и евро дешевеют. Американская валюта опустилась на 15 копеек, курс 72 рубля 50 копеек. Евро минусует 36 копеек, курс 84 рубля 67 копеек. И лучшие обменные курсы. Покупка доллара в банке Финам за 72,56 и продажа доллара в ВБРР за 72,78. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Финам за 84 рубля 76 копеек и продажа евро в банке ВБРР за 84,99. Это были региональные новости. Оставайтесь на РБК. Всего доброго.